Сегодня мы послушаем несколько презентаций. Меня зовут Светлана. Я первый вопрос задаю. Очень интересный вопрос. Вы участвовали в процессе. Несколько презентаций. Если у вас есть идеи, то технологии поиска инвесторов, начиная с того, что это, марки, фонды и так далее, как им презентовать, как еще что-то. И вот я слушаю вашу точку зрения. Есть масса людей с деньгами и непонятно, где искать идеи. То есть вопрос, есть ли у вас такая же подобная технология, где искать идеи, как их оценивать. Или марч вот к этому. Я была на заморокинском проекте на эмоциональном смене в этом году. Вы сегодня ее пиарили, очень хорошо. Но я как-то знаю изнутри ситуацию, что когда в экспертном совете не знаю, чем закрыть дыры, как раз тех людей, которые должны быть на месте инвесторов, оценивающих проекты. То есть это говорит о том, что, в общем-то, достаточно спиаренные мероприятия, и там 5000 человек, которые приехали со своими идеями, да, и никому эти идеи, в общем-то, были не нужны, да? А идеи вообще никому не нужны. Надо понимать. У вас вот какая-то странная еще постановка задач. Никто не ищет людей. Ну, нет, мы участие отработали на Зворыкинском проекте, к нам пришли и сказали оценивать. Ищут людей. Ищут команды, которые, а уж там, если у них есть идеи, то хорошо, а почему без идеи вообще? Хорошо. Вы ищите людей, да? То есть есть ли у вас обратная технология вот этого поиска, и вы просто сидите и ждете, что вот у нас есть деньги, кто придет, мы с вами поговорим, да, вот как бы, а что вы делаете сами, да? Можно я отвечу, потому что ровно этим, как бы, я и занимаюсь. Значит, девяносто процентов всех инвесторов сидят на месте. Ровно. Ровно. И ждут, действительно, когда к ним придут. Причем, очевидно, что те, кто до них достукиваются, ну, они уже определенные, да, то есть они уже опытные, прошлись уже десяток других инвесторов, уже там, получили везде отказ. Ну, просто такой нормальный процесс. И заставшие десяти процентов, восемь процентов, говорят о том, что хорошо будет сейчас вот встать, все бросить и пойти, значит, искать, наконец, новые проекты. Но ни времени там, ни такого желания у них на это не происходит. Где-то два процента, да, начинают ходить и искать, и как раз вопрос в этом смысле правильный, кто это делает, как, есть ли технологии, значит, это начинают делать. Очень малое количество людей. Отработанных технологий еще нет. То есть сейчас практически все форматы стартаповских мероприятий, стартап-поинт, стартап-крэш-тест, стартап-уикенд, харвест и так далее, и так далее, это как раз попытки пробовать, ощупывать вот этого слона с разных сторон. Ну, замечу, что они неспроста называются по-английски все почему-то. Неспроста. Идеи, конечно, там, в смысле, технология поиска там-то давно. А можно я немножко говоря о том, что не алдам, технологий не алдам, две. Два типа. Есть у фондов иногда, особенно у тех, которые на ранней стадии стеревых стартапов, технология поиска инбаум, то есть как бы фонд сидит на чем-то, да, вот он сидит, да, он сидит и ждет, когда к нему приходят предприниматели, потому что, как правило, сидит стартаповская стадия, предприниматели заинтересованы в привлечении инвестиций. А это на ранней стадии. А фонды, которые инвестируют на стадии роста, и у нас есть ряд сделок на стадии роста, обычно сами ведут в компании. У них построен механизм алл-памы, когда сам фонд не сидит в офисе, а сам делает исследования на интернете, выделяет перспективные проекты, начинает им звонить и себя продавать. Потому что, если компания находится на стадии роста и быстро растет, то, как правило, деньги ей не нужны. Когда инсайт, это наш второй партнер, инвестировал в «Элит», у нас на счету было 10 миллионов долларов наличными. Мы взяли еще 10 инсайтов, и на момент продажи у нас на счету было 20 миллионов долларов. То есть мы не то, что наши деньги не потратили, мы и инсайтовские тоже не потратили. Поэтому, как правило, фонды, которые вроде инсайтов, известен тем, что сейчас инвестировал 25 миллионов в Твиттер, такие фонды не сидят, а не проактивно построят механизм проактивного поиска проектов. И у нас в фонде в ревиативе. Мы как и на «Энбалл» в канале работаем, мы на «Анбалл» рассылаем заявки. У нас есть ребята, аналитики, которые принимают на «Энбалл» заявки. А есть «Ау-Ау-Ау» аналитики, которые сами сидят, делают исследования, звонят компаниям, общаются с ними и узнают, как эти компании себя ведут. «Энж, может быть, добавлю пару слов?» Мне кажется, это единственный способ найти что-то полезное на рынке. То есть и активный, и поиск активных. Все очень просто. Компании, которые сидят, ровно им достаются, те люди, о которых говорили на предыдущих выступлениях, профессиональные фондрайзеры, которые обладают миллионы инвесторов, и чисто статистика, и спам, практически, встречами добиваются каких-то безумных инвестиций. Такие проекты не жизненноспособны. И инвестор, который инвестирует, таким образом он, в общем, скоро перестанет. Это делать совершенно точно. И инвестирование, то есть управление фондом, это точно такой же бизнес, как и любой другой. Нельзя просто сделать продукт и сидеть, и ждать, что кто-то придет и купит. Фонд ничем отличается от торгового компания. Да, то есть, я понимаю, у нас в официальном все. А в официальном, как и в официальном клубе, для чем-то другим. У нас есть, с одной стороны, у любого фонда есть, сырье, условно говоря, для компании. Компания мы должны найти хорошую, добавленную стоимость, свои компетенции, управления, чем-то еще, и отнести, продать ее инвесторам, людям, которые хотят разделить с нами финансовые риски. Собственно, это и есть точно такой же бизнес, и нельзя находить клиентов, не делать никакой бизнеса. Да, все верно. В финале наш фонд, в течение года, рассматриваем более четырех часов проектов. Это больше одного проекта в день. Это и крупные какие-то конструкции, и совершенно натуралистичные идеи, которые бывают безумные, бывают очень интересные. Это классальный набор, который будет производиться, сравнительно небольшой, командный. И эта команда находит проект сами, с рынка. Любой интересный бизнес, который образовался, что-то делает, он привлекает внимание и с ним связывается. И, разумеется, огромный балл идей идет просто к нам через вот такие конференции международные коллеги. Мне еще добавилось, поскольку речь идет о технологии, это значит четкий и понятный алгоритм, как то еще делать. Коллеги совершенно правы, что компании, которые находятся на стадии роста интереса всем инвесторам, за ними люди охотятся, им приходится, да, продавать то, что возьмите деньги у нас. И, действительно, часто оказывается ситуация в таких таких проектах, когда ты понимаешь, что в данный момент этот предприниматель рассматривает предложение от нескольких фондов. И там, понятно, что уже выглядит, тот же самый базар, что и обычно. А то, что касается проекта компании, которые, ну, надо честно сказать, есть там фонда определенного размера. И определенного размера количества народа, определенного размера готовности инвестировать. и за компаниями и проектами, которые меньше этого размера, скорее всего, не будут находиться специально сами. но есть, в общем-то, огромная толпа сегодняшний день людей. И некоторые из них имели собственные стартапы, искали и стали профессиональными фондрейтерами. А некоторые просто на этом строят бизнес. И это интересный тоже бизнес. Это такие специально сделанные люди, которые тоже находят интересные проекты, помогают их структурировать таким образом, чтобы потом продать инвестиционным фондам, и помогают, собственно, эту продажу инвестиционным фондам осуществить. Да ты считаешь, что это вчера? В частности, это... Не, это, знаешь, мне легко об этом говорить, это не мой бизнес. Не твой. Я сказал, я на другой стадии, я сейчас новый проект сделаю. Как раз просто я, скорее, ближе к стартапам, которые у нас, к сожалению, не так много времени. Ну, короче, заканчивая это завершение темы, потому что про все сказали, про фонды ищут, сами сказали, про фонды приходят, сами сказали. Кто-то встречается, кто-то аналитики, вот я просто напомнил тем, что есть огромное количество, огромное количество людей, которые, по сути, называются посредниками, но это разные там упаковщики, которые иногда могут быть сами маленькими инвесторами. Типа, давайте мы тебе дадим сейчас 50 тысяч долларов, ты ближайшие три месяца протянешь, а мы за это время найдем побольше инвестора. Тоже такое бывает. Спасибо большое. У нас через буквально нескольких минут начнется обращаться. Да, вот как раз сейчас мы и можем увидеть, собственно, о каких стартапах идет речь. То есть сейчас будет Russian Startup Challenge, представление, ну, подведение итогов конкурса стартапов, на котором будут представлены несколько стартапов, которые показались общественному совету экспертом наиболее интересными. Так что вот сейчас будем начинать это мероприятие. Спасибо.